Посещение Ивановской области министром сельского хозяйства – событие историческое. На территорию региона руководитель этого ведомства не приезжал больше 20 лет. Николая Федорова на первом объекте элеваторе в Приволжске встречали с хлебом с солью. Элеватор в Приволжске работает с 2010 года. Его объем больше 10 тысяч тонн. Зерносушилка имеет производительность 30 тонн в час. Такой объем приятно удивил министра. Отметил он и трудолюбие ивановских бизнесменов. Директор группы компании «Риад» Владимир Власов рассказал федеральному гостю, какие планы на развитие сельского хозяйства есть у его предприятия. Сейчас мы как раз заключили договор с Росагролизингом на поставку оборудования молочного цеха. Мы хотим продолжать перерабатывать молоко. Пока у вас нет переработки, да? У нас есть пробные, мы уже выпускаем свои сыры. Попробовать продукцию фирмы министр смог уже на следующем объекте. На полях Ржи под Плесом активно идет сбор урожая. В Приволжском районе 6 гектар заняты зерновыми культурами только этой компании. Урожайность в прошлом году превышала 38 центнеров с гектара площади. Мы практически всей областью находимся в зоне рискованного земледелия, как говорили в советское время. На самом деле у нас тяжелые суглинистые почвы на 80% территории области. И это действительно так. Но в то же время технологии последних лет показывают, что на территории нашей области можно выращивать и продовольственное зерно, и получать достаточно большие урожаи зерна. Надо добиваться результатов, чтобы признали на 5 с плюсом, чтобы сказали, отлично или блестяще. Мне кажется, что и власть областная, и представители агробизнеса, с кем я познакомился, посмотрел, их поля и уже сделанные, построены элеваторы, очень высоко ухоженные, хорошо ухоженные поля, и по минеральным удобрениям, судя по всему, как они выглядят, и по урожайности, и по борьбе с вредителями, вы можете добиваться таких результатов. Николай Федоров обсудил с губернатором развития сельского хозяйства в регионе. Отметил, что пора отходить от статуса исключительно промышленного города и делать упор на агрокомплекс. Соседние города показывают хороший пример. Естественно, гнаться за урожаями плодородных краев не стоит, но есть все предпосылки для развития молочного животноводства и мясного скотоводства. Мы прекрасно понимали вообще, где мы находимся по производству мяса в целом, понимали наши акценты и делали их в силу того, что не хватало средств на поддержку всего спектра производства мяса. Но сегодня очевидно, что вот после этого дня нам нужно стартовать в поддержке более широкого спектра. Министр отметил, что средства для старта будут. Сумма финансирования из федерального бюджета в будущем году увеличится с 277 миллионов до 400 миллионов рублей. Для толчка в развитии, отметил министр, должно хватить.